Председатель инициативной группы Малик Ирбайнов обратился общественности и главам муниципальных образований по поводу незаконного сужения дороги Буйнакс-Каркас. То, что бугород есть, надо его на полметра хотя бы снизить, чтобы на этом уровне что было, а вот край того бордюра, правая сторона бордюра взять, сюда влево поставить, то есть его перенести на метр сюда, то есть у нас получается тогда с этой стороны дорога широкая и с этой стороны тоже дорога широкая. Раз у нас кладбище здесь имеется, раз у нас детский сад имеется, раз НФЦ имеется, здесь машина в любом случае будет парковаться. Поэтому мы, как жители села, просим администрацию района, заместителя, глава администрации села Нижнее Казанище, архитектуру нашего села Нижнее Казанище, чтобы вы совместно обратились письменно, чтобы внесли изменения в проект, и попросить у подрядчика, чтобы подрядчик тоже, если есть у него какая-то возможность, чтобы он тоже своими силами как-то выровнял. А если нет у него сил, то вы письменно что-то обратились, чтобы обеспечивали проект. Наша природа не такова. Почему? Потому что мы живем в этой селе, нам ездить на этих природах, и мы все здесь. Они сегодня сделают, уедут. Завтра нам ломать, что-то переделывать, нам этого не надо. Большое просьба и надежда администрации района, администрации села. Есть здесь возможность как подрядчик, чтобы вы тоже как-то посодействовали, сделали свои стороны пошире. А если нет, чтобы они обратились письменно. Как же обламит? Так, 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 так. Здесь три организации. МФЦ, садык, кладбище. Много машин останавливается, некогда бывает останавливается, потом этот проход закрывается, и не может туда-сюда ехать, тоже просто болтается. Поэтому, чтобы не было этого, надо, вот как он говорит, пошире делать дорогу. Он тоже, вот хозяин этого места, место дает, это тоже можно расширить, поворот, чтобы взять. Вот это мы просим у этого проектировщиков, кто за этим смотрит, наши районы и сельские администрации в этом писали заявление туда, что джамиат вот так просит. Подписать, если что надо, все будем подписывать, тысячами, десять тысячами людей будем подписывать, если надо будет. Все, вам баракалла, и на то письмо, которое мы обратились письменно к вам, вашим организациям, мы на это тоже ждем ответа в письменном виде. Понятно, смотрите, с подрядчиком, с архитектором мы говорили, что эту дорожку они перенесут, Хабиб, правильно? Перенесут мне писменно. Да, мы писменно в виде отправим, да, 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 отправим. Инш'ааллах мы думаем, эту дорожку мы перенесем. Но насчет этого мы не уверены. И Хабиб тоже не уверен насчет той дороги, этой самой. Да, тротуара. Нет, средств его нет. Нет, средств это однозначно не будет, я думаю. Срезку нельзя здесь сделать. Какая средств? Это, это, это не будет. Расширить до забора, асфальтировать, то есть бордырь его расширит. А то, что связано с высотой дороги, мы думаем полметра, чтобы она прошла прямо. Здесь никакого следствия не будет, то есть выступа не будет. Если она пойдет прямо, то мы думаем, что эти волны тоже снимут. Если вот эти все ваши требования, вы первоначально туда поставили, вам это и не сделали. Так, и просите за то, пожалуйста. Вы сейчас требованы, но это не надо снимать, как бы я за народ не был, я от этих бумаж отойти не могу. Вот вы напишите, куда хотите, или содействуйте свои рычаги, которые можете делать, но это надо было раньше делать. Ну, ширина дороги тоже есть установленный стандарт. Это республиканское значение дорога. Проезжая часть будет 6 метров. С обеих сторон будет укрепление обочины по 50 сантиметров. Получается асфальт 7 метров. Здесь тоже он и больше есть. Здесь МФЦ учитывается, что здесь районы со всего района едут, разворачиваются машины, поворачивают. МФЦ тут не указывается, он уже дальше от дороги. Вот то, что с этого поворота, правый поворот запрещен, я буду после закончения работы знак устанавливать, потому что мне так указано. Радиуса 50 метров, что радиуса 50? Кладбища нет. Если эту бумажку не дали бы, вот смотри, аккумуляторские работы, вот так бывает. Справка. Дана Губ Буйнакский в администрацию села. Согласно постановлению правительства Республики Дагестан от 19 апреля 1999 года за номером 112. Автодорога Буйнакс-Каркас относится 4-й технической категории. В связи с этим полоса отвода земли под автодорогу Буйнакс-Каркас составляет 19 метров, то есть 9,5 метров в обе стороны дороги от оси дороги. Хозяином этой дороги является Дагавтодор. При этом каких-либо строительств на полосе отвода запрещается без согласия ГУ Дагавтодор. Кроме того, по постановлению правительства РД с учетом перспективы развития сети дорог ширина придорожной полосы кроме вышеуказанного составляет 30 метров в обе стороны дороги. При этом в пределах придорожной полосы запрещается строительство капитальных сооружений.